С вами Алекс и сайт Rempc.by В этом видео хотелось бы запустить на слабом ПК для современных игр крутую выживалку под названием The Long Dark Долгая тьма, ну а для начала давайте системки Итак, The Long Dark выживалка вышла вот из раннего доступа 1 августа совсем недавно, очень положительный отзыв, с чем я конечно же тоже согласен, уже поиграл для одного игрока, достижение... в общем и геймпад поддерживается Итак, минималки Windows даже XP подходит 4-ядерный или 4-потоковый проц нужен, 4 оперативки, старенькие видеокарты, даже встроенные то есть очень экран не требуется, на каком ПК я запуска Проц MDF 6300 6-ядерный, но 2 ядра отключу, чтобы получить 4-ядерный проц 4 оперативки, 5 гигфайл подкачки стоит и видеокарта GeForce GTX 550 Ti, 1 гигабайт памяти DDR5 Старенькая, немножко игровая Ну значит здесь 550 даже под среднее подходит то есть вот запускаю сейчас на 550 Ti, а в минималках там вообще старенькие карты там 4000 серия, вот примерно такие вот от Radeon то есть ну посмотрим, что я на этой карте получу да, табличка будет по ссылке в описании, настройка слабой ПК для игр, чтобы ориентироваться также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК+, не забывайте, что вы можете вместе со мной добавлять крутые новостейки из мира видеоигр на сайт rempc.by, инструкция в описании а я давайте все отрубаю, захожу в игру я в игре, давайте в настройки что же у меня здесь по настройкам, качество я поставил в общем-то все на среднее то есть ну правда что-то я здесь, нет, на высокое ставил но я тени на среднее поставил потом SAU тоже среднее а так текстуры здесь, качество модели ландшафтов пост-обработка высокая поставила то есть средне-высокие, высокие настройки разрешения текстур, половину только так экран, Full HD запускаю метрическая система и вертикалку отрубил HUD нормальный, субтитры включил то, что только русские субтитры так, ну давайте начну с самого начала, в общем-то новую игру первый эпизод я в игре, значит вот ну сейчас разберемся с сюжетом и в данной ситуации достать этот осколок из руки так, нажимаем быстро левый левую клавишу мыши все, достал отмечу, что это такая выживалка-одиночка то есть здесь нету никаких зомби ничего такого исключительно игрок исключительно окружающая так, укрыться сейчас все укроюсь я особо спойлерить не буду потому что очень круто вот именно ощущение первооткрывателя то есть что вот здесь как вы сообразите что нужно делать потому что все то есть здесь нету никаких подсказок таких, знаете, чтобы там открыли где-то что-то или вот даже тот же инвентарь нажимая ничего нету то есть нет, ну правда есть единственное, я сделаю подсказку это смотрите то, что вот нужно тут все по дням то есть вот первый день все последовательно как бы и такая даже немножко по несерьезной такие задачи но пока вы здесь разберетесь с управлением как все работает с механикой то есть вот первый день у меня такие вот задачи под открытым небом вы долго не протянете найдите укрытие разжигите костер и выстекайте кровью то есть нужно остановить кровотечение разжечь костер где-то в подходящем месте то есть здесь очень круто такая выживалка в мире которая охватила такая вот ну чуть ли не ну какая-то сумасшедшая зима похолодание вечное такое в результате какой-то геомагнитной бури то есть возможно природная какой-то природная аномалия или такое происшествие так сказать соответственно везде зима я в общем-то первых несколько дней все будет происходить вот на этом небольшом клочке земли там вот обрыв а здесь вот пещерка то есть все будет происходить здесь первое что скажу это все собирайте ну правда сразу лучше все не собирайте лучше собирайте то что будет нужно потому что а вот давайте Зайдем в систему жизнеобеспечения организма То есть очень много параметров Переохлаждение, усталость, сухость, жажда, голод, калории, которые расходуются Потом всевозможные раны, которые вы получили, которые еще получите, которые нужно лечить Одежда, то есть очень-очень много всевозможных атрибутов Одежда от чего-то защищает, она может промокать Вы можете переохлаждение получать, потом нужно отогреваться Ну и здесь, конечно же, рюкзак То есть все, что вы собираете, все распределено Потом всевозможные инструменты, крафт То есть очень-очень много чего Причем, ну, никто вам особо... Ну, только дикие животные, что на вас будут нападать А так вы, в общем-то, боретесь с окружающим... Да, с окружающим даже холодом, с голодом То есть в таких вот условиях Ну, в общем-то, нагрузка здесь такая на систему Давайте посмотрим Видюха, да, прогружена на 100% У меня сейчас под 30 фпс Днем где-то обычно под... Под... бывает... Ну, где-то 20-22-25 Так вот, чуть-чуть ниже Соответственно, если кто-то хочет... Тут неспешный такой геймплей Поэтому 20-25 фпс по горло здесь Если кто-то хочет больше фпс, то можете без проблем снижать настройки Оперативки 2.5 с подкачкой 4.1 То есть фактически на средних настройках 4 оперативки может быть мало Чуть-чуть подкачку ставьте 872 на средневысоких видеопамяти То есть гигабайта на высоких, скорее всего, должно хватить Ну и 4-х ядерный провод сна, вот, 50% загружен То есть я не хочу вам особо спойлерить Потому что, ну, как бы Чувство этого первооткрывателя, так сказать Здесь вот именно выживалки самой начальной Ну, как бы, они очень приятны Поэтому я не буду вам показать, что где здесь делать Но игра пойдет на двух ядерных процах Два оперативки, там, встроенной видеокарте На низких снижать разрешение, все пойдет Все, в общем-то, очень крутая игра Сейчас буду стрим по ней делать Поэтому... А вам спойлерить мне почему-то показалось, что не стоит Поэтому вот здесь все разбросано И просто все обыскивайте, все ищите и разберетесь Все, в общем-то, буду заканчивать Очень требовательная, но крутая игра Выживалка очередная Вышла вот уже с раннего доступа Получила такую одиночку Все, в общем-то, пробуйте А я, в общем-то, заканчиваю Не забывайте смотреть на ссылочке в описании В том числе, вступайте в группу ВК С вами был Алекс и сайт rempc.by Спасибо за просмотр